Русский язык 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 Чувствуете поддержку мурманчан? Да, однозначно чувствую поддержку. Это и коллеги, и семья, и жители нашего региона пишут и комментарии положительные, даже в личные сообщения пишут и просят взять их ребенка к себе, когда выпущу своих восьмиклассников, и взять пятиклассик. Очень ценно, очень приятно, и я в восторге. Любовь детей – это, пожалуй, одно из главных достижений для учителя. По словам Дарьяны Сергеевны, с ребятами можно выстроить общение либо на страхе, либо на дружбе. Она выбрала второй вариант и не прогадала. Она умеет увлечься своим предметом, то есть она очень интересно о нем рассказывает и всегда как-то по-живому. То есть она всегда придумывает какие-то интересные интерактивные задания по типу викторин и так далее. Поэтому мне очень нравится Дарьяна Сергеевна как преподаватель, как учитель. У Дарьяны Сергеевны большое и богатое воображение, которым она прекрасно пользуется. Она крайне креативна в своих занятиях. Она понимает, что нужно дать своим детям, чтобы они поняли суть того, что она пытается донести. Это очень харизматичный, добрый человек, который всегда найдет к нам подход и всегда сможет нам что-то рассказать и посоветовать. Почему Дарьяна Сергеевна должна победить? Потому что Дарьяна Сергеевна лучшая. Проект «Классная тема» призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж одной из важнейших профессий. В финале лидеры голосования смогут выступить для всей страны на федеральном канале, а победитель телешопа учит возможность ввести авторскую программу. Дарьяна Сергеевна, мы с вами! Учат педагоги и бережному отношению к природе. В Мормонске состоялась акция «Зеленый рекорд». «Зеленый рекорд» – отличная акция. Это как раз про нас. Не первый год мы ее проводим, но в этом году мы хотим полностью оправдать слово «рекорд». Рекорд – не то слово. В этом году удалось облагородить 13 участков, на которых неравнодушные жители высадили свыше полутора тысяч растений. Среди них шиповник, рябина и сирень, наиболее приспособленные и адаптированные к северному климату. Активное участие в акции приняли портовики, работники железной дороги. Помимо сквера у научной библиотеки, жизнедорожники высадили растения на центральной площади города и улице Ленинградской. А специалисты торгового порта озеленили одну из площадок рядом с памятником защитникам советского Заполярья. Традиционно железнодорожники мурманского региона участвуют в акции «Зеленый рекорд». Мы все горды тем, что можем сделать наш город лучше, потому что мы не только железнодорожники, но и мурманчане. Для всех желающих провести самостоятельное озеленение в городе раздали 300 саженцев. Богато осенью на спортивные события. Одно из них – кросс-нация. В регионе этот проект с 2004 года. Спортивные и активные граждане всех возрастов и с любым уровнем физической подготовки при наличии допуска врача могли принять участие в забеге. Для каждой возрастной группы была отведена своя дистанция. Максимальная протяженность трассы составляла 12 километров. Это всероссийское мероприятие. В Мурманской области также активно принимают участие жители, которые не все являются профессиональными спортсменами. Среди участников у нас и любителей спорта, и совсем юные спортсмены, которые сегодня стартовали у нас. И, конечно, это замечательная категория участников, ветеранов спорта. Всего в целом у нас по Мурманской области запланировано участие 4 тысяч жителей. Для самых маленьких спорт такая же норма жизни, как и для взрослых. Ребята не сдерживают эмоции от полученных впечатлений. Призы получили? Да. Рассмотрели? Да. Как был пробег? Весело? Да. А что так грустно? Давайте громко. Да. Очень дружная команда. И пробежали все вместе. Стартовали в конце. Ну скажите, скажи, скажи, что. Я в первый раз. Тебе понравилось? Еще побежишь? Многие принимают участие в таких акциях не ради призовых мест и медалей, а ради себя и своего здоровья. Такие люди не представляют жизнь без спорта. Бег – это вера, религия, образ жизни. Ну это жизнь. Это физическая подготовка. Победа не важна. Не важно. Абсолютно не важно. Главное – участие на самом деле. Мы всегда участвуем. Всегда за любой кипиш, как говорится. Мы любители, поэтому мы так. Для здоровья пробежимся. Да? Помимо соревновательной части, гостей праздника ждала развлекательная программа. Дженго, твистер, городки, питанки и многое другое. В этом году «Кросснация» стартовал в 85 регионах страны. Из Мурманской области участвуют 14 муниципалитетов. Приколывает внимание и другое спортивное событие – чемпионат СЗФО по футболу, в котором выступает и наша команда «Север». Удар! Хороший! И счет открыт! Вот это да, дорогие друзья! Псков открывает счет! 14 сентября мы уже наблюдали за напряженным футбольным матчем между командой из Пскова и Заполярным клубом. Тогда спортсмены из Мурманска уступили соперникам со счетом 1-0. Удар! Хороший! И счет открыт! Вот это да, дорогие друзья! Псков открывает счет! Если бы «Северу» удалось отдалить «Псковичей», наши футболисты досрочно бы стали чемпионами СЗФО. Но не судьба. Путевку в профессиональную лигу могла подарить победа над командой спортивной школы «Ленинградец». За этим матчем следили, не отрываясь, все поклонники футбола из Заполярья. Те, кто не мог присутствовать лично, припали к экранам мониторов, наблюдая за трансляцией матча. На 41-й минуте Матвей Богатов из петербургской команды забил мяч в ворота Мурманчан. В последние минуты первой половины встречи «Север» не только сравнял счет, но и вышел вперед. Сначала после навеса отличился Илья Ваганов, а на заключительной, дополнительной минуте тайма пенальти реализовал Иван Игнатенко. Во втором тайме «Северяне» улучшили результат в счете после второго назначенного пенальти, где 11-метровый удар успешно исполнил Антон Новолодский. Итоговый счет 3-1 в пользу «Севера». По итогам финальной схватки клуб из Мурманска набрал 35 очков и стал чемпионом Северо-Западного федерального округа. Футбольная команда «Север» впервые за 15 лет стала победителем чемпионата СЗФО. По окончанию игры футболистам и тренерскому штабу были вручены золотые медали, а также долгожданный кубок. А после награждения спортсмены, находясь в гардеробной, дали волю переполняющим чувствам от победы. Теперь футболистов Куба Севера и столицы Заполярья скорее всего ждет карьерный рост и переход в лигу профессионалов.